Дресс-код для водителей. С 18 марта вступят в силу изменения в правилах дорожного движения. Теперь находиться на проезжей части в темное время суток водители смогут только в специальных светоотражающих жилетах. До внесения поправок правило относилось только к сотрудникам госавтоинспекции. Так, согласно данному постановлению, у нас вносится изменение. В правилах дорожного движения дополняется пункт 2.34 правила дорожного движения, который обязывает водителей вне населенного пункта в условиях плохой видимости или ограниченной видимости. Также в темное время суток при вынужденной остановке или при ДТП использовать светоотражающие куртки, светоотражающие жилеты со специальными полосками, которые будут соответствовать ГОСТу. Изменения вступят в силу постепенно, а наказание за нарушение пока не предусмотрено, чтобы все успели приобрести сигнальную одежду. Кстати, в большинстве автомагазинов уже запаслись жилетами. Это особенно важно, если вспомнить, какой ажиотаж возник летом с введением наклейок шипы. Мы заболговременно подготовились к этому, запаслись мы порядочно, даже навели, скажем так, какие-то мосты с поставщиками, которые будут нам бесперебойно их поставлять, и поэтому проблем у покупателей никаких не будет. Встречаются жилеты, не только, как вы здесь видите, представленные желтого цвета, но они бывают и оранжевые. Это принято законом, это специализированная краска, которая активная, светоотражающая. За счет этого и издалека видно человека и препятствует, естественно, каким-то ДТП. Но жилеты необходимы вовсе не для красоты. Случаи, когда водители на темной дороге, выйдя из авто, становятся жертвами ДТП, нередки. Одно из резонансных в нашем регионе произошло год назад на Ярославской трассе. Водителя, вышедшего из машины на дорогу, сбила проезжавшая мимо легковушка. Насмерть. Водитель просто не увидел человека на темной трассе. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.